Зай, на потолке тележку я должен это показать. В общем, у нас установилась английская погода с утра до обеда. Будем откровенны, хоратильник будет. В Америке нормальная практика выставлять еду на улицу. У нас Катарина щетки расходует, да? Так я не знаю, что у нас еще быстрее дома заканчивается, чем еще. В деревне брикет заканчивался быстрее только, наверное. В котле 2200, самсунг, 75 дюймов. Не, Зайка, нам это не надо. Не нужен тебе пингвин. У тебя есть хороший пингвин? Да я знаю, что у меня хороший пингвин. Я обижу себя, что ты купишь себе другого пингвин. Рассказывайте, как вы выбираете арбуз? В прошлом неделе кошелек с десерт. Это же десерт, ем мое. Насытился и откушиваешь ее. Шеф дает добро на покупку йогурта, чтобы я вообще не задолбался. Что у нас сегодня на обед? В простонародье Роллтон. Покупайте, не пожалеете. Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. My life is my life. В общем, у нас установилась английская погода. У нас, где чуть-чуть ко мне поближе, а то ты как-то уходишь. Постоянно пасмурно с утра до обеда. Постоянно все затянуто облаками. Сегодня теплее, чем сегодня. Но тепло через эти облака греет солнце и чувствуется, что ты загораешь. И очень слепятся глаза. Хоть солнца нет, но глаза слепятся. Поэтому вот, смотришь, ковачках. Я не стал одевать. Думаю, ладно, я не люблю их на голове носить, а в магазине их придется на голове носить. А мы идем в Костку, потому что начался новый месяц. Блин, мы идем в Костку, котик, потому что будем откровенны. Хоротильник в Костке. Не, ну понятно. Ну и к тому же начался новый месяц. Начинается новый отсчет месячных расходов на продукты. Вот, так что идем затариваться. Вот, ну и что, и увидимся в магазине. Что ты еще хочешь сказать? Поздравляем всех с началом лета. Да, с днем защиты детей. Это уже немножко прошло, но тем не менее. Слушай, а какое семья число, если это уже прошло? Сегодня четвертое, июнь дня. Я как-то немного опаздываю. Ну все, увидимся в магазине. Ну что, котик нас встречает, как обычно, с распродажами. Да, но сегодня у нас диски и шины на распродаже. Что тут еще? Зубные щетки, насадки. Снова зубные щетки. Зубные нити. 3, 6, 8 щеток. Ну это такая цена, вот как мы всем в складе брали. Да, если не надо, бери. Беру, потому что у нас Катарина щетки расходует, да? Так я не знаю, что у нас еще быстрее дома заканчивается, чем щетки. У нас в деревне брикет заканчивался быстрее только, наверное, в котле. Ну в общем, щетки на распродаже, получается, они у нас стоили 14, куда я покажу? А, вон они. Стоили 14, стоят здесь. А, нити, блин. Вот щетки, да. А у них одна цена. Были 14,99, стали 9,99. Минус 5 долларов. Сереж, и мы покупаем эти штуки, да? И мы покупаем жилеты, но мы покупаем не эти. А вот. А какой у меня жилет? Я видел, вот идем дальше. Мы, наверное, не эти покупаем. В гарантии, не там. А у нас, наверное, просто у нас уже два станка получается. За это почему не те? Ну, в общем, берем сначала вот этот. Это жилет Клюзин. Он стоит, получается, вместо 45, 35. 10 долларов скидочка, да? А потом разберемся. Так, мы, наверное, возьмем... Он смятый. Ты хочешь смятый? Да нам без разницы, как он. А почему он? А что это за красота? Типа... Фантин этот продаж. Он стоит здесь, но без распродажной цены. Это нам неинтересно. А фантином я не мою. И никто у нас не моется, да? И дочь, да, моется. Антоша моется. Так, что у нас по телевизорам? 2200, Samsung, 75 дюймов. Так, колонки, колонки, мангалы. Это что, грелки какие-то? Да. Каяки. Каяк 300 долларов. В покупании хочу доску для сэрфинга 100 долларов. И пошли всякие пляжные дела. Да, нужно сегодня с Ташей взять четкое объяснение. Почти на этот дом или нет, потому что скоро ехать на лодку. А Саша еще не решила? Да. Ну, давай вот это посмотри, она дешевле для 100 долларов. Нет, Зайка, нам это не надо. Не нужен тебе пингвин. У тебя есть хороший пингвин. Да я знаю, что у меня хороший пингвин. Поэтому тебе другой не нужен. Я обижусь, если ты купишь себе другого пингвина. Зай, ну смотри, как ему удобно право. Зайка, я боюсь, что он будет тонуть. Кто? Сначала пингвин, потом следом Саша за ним. Значит, ты спросил у него какого-то... Это беспонтовый пингвин. Мне кажется, надо доска учиться, плавать или что? Я просто смотрела. Или не надо ничего. Так, можно побриться. Можно помыться. Можно джинсы прикупить какие-то. Так, джинсы Буфало 20 долларов. Еще одни джинсы 12 долларов. О, арбузы. Идем арбузиться, да. Я причем даже вижу наш арбуз уже. Один и второй, наверное. Да. Я думаю, что здесь взрослые размеры. Ну, так мы не можем, не маленькие. Так, арбузы у нас. Боже мой, смотри, какая красота. Берем три арбуза. Зай, не надо. Будем купить арбузы. 2,99. Так, вообще, это сначала? За арбуз. Мне еще не буду делать. Ну, договорились. Если ты не будешь брать себе другого пингвина. Так, вот я видел там арбуз с желтой попой. Спасибо. Рассказывайте, как вы выбираете арбузы. Я для себя определил последнюю формулу выбора арбузов. Я для себя оставил следующую. Берем арбуз. Чем попа желтее, тем лучше. Что-то случилось. Женщина Марине нам посоветовала не оставлять сумку или что. В общем, они о чем-то рассказывают, разговаривают. Марина потом расскажет. В общем, посоветовали брать с желтой попой и с яркими полосками. Поэтому вот один на меня смотрит, беру, потом продолжим. Нужны руки, вложу телефон. Но расскажу, что произошло. Потому что мы чуть-чуть видели, чтобы начали разговаривать. В общем, она подошла и сказала, что я оставила сумку и отошла. А у нее на прошлой неделе кошелек стесперки. Она тоже на минутку отошла. У нее сумка какая-то похожая? Ну, не совсем похожа, скажем. Но факт, что она лишилась кошелька. И говорит, я пришла на фарсы рассчитываться. Ничего нет. Я говорю, давай звонить домой. Вдруг я дома оставила. Ну, в общем, да. Два действительно здесь стерили кошелек. Так что карманники в Америке тоже есть. А я тем временем закинул три арбута. В самгстен. Авокадо в самгстен клабе будем покупать? Да, в самгстен. В самгстен клабе. В самгстен. Нет, ну не будем говорить. Коска не будем говорить, но самгстен клаб будем говорить. Давай десерти купим, потому что детки хотят десерти вкусные. В общем, сейчас мы хотим показать десерт, который мы купили, дабы попробовать. И потом... Ну, и что? И ты попробовал. На улицу выставили, кто-то забрал и доволен. Чего ты переживаешь? Ну, в общем, мы надеемся, что людям, которые его забрали, он понравился. В Америке нормальная практика выставлять не только вещи, но и еду на улицу. Но оно же с хорошим срок годности было. Да, запечатанную. То есть это не проблема. Ну, в общем, сейчас покажем то, что нам не понравилось. И покажем то, что мы уже точно знаем. И здесь два вида. И возьмем оба. Два будем брать? Да. В общем, вот такой десерт. Зайка, но это не важно. Смысл один и тот же. В общем, это какая-то такая масса. Вот она столько стоит. В общем, он не холодный, не вкусный. Да, не холодный, не горячий, не тюклый. Берем вот этот. Берем вот такой. Он стоит 8,99. Короче, я даже не успел показать какой. И вот такой за 9,59. Сейчас покажу в этом самом. Потом мы можем его и запробуем. Один тирамису. Вот такой, да? А второй не тирамису. Второй что? Делись. Ну, в общем, это крутят. И один, и второй. И один, и второй очень вкусные. А смотри, что это вот такое? Фреш фут какой-то. Ну, не знаю. Мы, наверное, испытаем его в следующий раз. Это тоже, наверное. Да, в следующий раз. Расскажите, кто вот такой и ел. Писташки, клубники. С писташки. С писташки. С писташки это крутяк. В общем, мне кажется, что мы вот такой в следующий раз попробуем. 13,99. Сколько его тут? Его тут много. 4. Он такой маленький, что его тут. 12. 24 штуки. Ну и что? Так это же десерт, Зайка. Это же десерт, ем-мое. Пасли, ел. Это после того, как жранул. Зай, не употребляйте сайтики? Это после того, как ты насытился. Берешь десерт и откушиваешь его. Короче, иди там, а я туда не пойду. Я иду в холодильник, как обычно, один. Так я пойду с голыми руками, как говорится, схожу, да? Хорошо, да, бери два молочка. Два. Два по два или один по два? Холодильник один, потому что моришка здесь вымерзает. Вот видите, какие поросята взяли, блинцы, и бросили его в молоко. Вот, значит, беру вот такое молочко. Ух ты, блин. Один почему-то уронился. Поставлю его. Почему он упал, не знаю. Так. Вот такое молочко 5,49. Это двухпроцентное молоко, два галлона в упаковке. Так, ну и пройдусь традиционно по холодильнику. Посмотрим, что тут еще у них есть интересное. Какие-то ехраны. Не знаю, что это такое. Мы такое не кушаем. Йогурты-шмогурты. Так, вот такой вот замечательный йогурт. 6,99. Это вот этот вот. Надо пойти согласовать с шефом. Потому что у нас Маришка-йогуртная королева, можно сказать. Она решает. Это ее прерогатива. Она знает, сколько йогуртов в холодильнике осталось, сколько не осталось. Зайка, я пришел с тобой согласовать покупку йогурта. А там еще есть. Даешь добро? Нет, там Юплант и у него сейлик. Я думаю, что надо взять. Ну возьми тогда. Ну переводу. Возьмем воду, да? В общем, шеф дает добро на покупку йогурта. Как говорится, йогурта много не бывает. Сейчас покажу, что беру. Вот такой вот йогуртович. 24 партии распечатаем дома. Значит, стоит 6,99 против 8,99. Неплохая скидочка. Двигаем дальше. Ну, в общем, моя любимая могла бы еще дальше отойти с тележкой, чтобы я вообще не задолбался носить йогурт по магазину. Да? Да, потому что всем мешаю. Все это воду берут. Так ты бы стала под холодильником. Блин, а то я... Ну, в общем, не помню. Так, зайка, стоит. Да, я положу. Моя любовь уже прицелилась там. Я смотрю, пошла на рыбалку. Нарыбачила рыбных палочек наших любимых. Они сколько? 11,99, да? А наши любимые салмоны... А наши есть. Они же покупали тогда отход по бизнес-центру. Их у нас достаточно, да? Ну, как достаточно? По-моему, по покупке или полупокупке лежит. А, мы же две брали тогда. Так что у нас еще должно быть что-то, да? На первое время. Ришка побежала брать какие-то штуки для детей. Я вижу, они стоят... 7,69, зайка, да? А что такое, покажи. Раёльки. Мы уже такие показывали. С этим самым. Мы не показывали такие. Именно такие показывали. Я точно помню, что... Показывали пельмени, как мозги. И равиоли. Ну, покажем еще раз, потому что я не помню. А многие новые наши подписчики даже и не знают. Да? Может быть. Ну, в общем, сейчас мы хотим показать, что у нас сегодня на обед. Обед сегодня... Ну, как это ты не ешь? Ну, такое есть. Давай не будем бежать никуда. Станем около красного столба и... Или около памперсов. Где тебе удобно зайти? Около памперсов. Чтобы, если что, сразу... Все было хорошо. В общем, сегодня в столовой Костка... Какой-то креветочный суп она сказала, да? Ну, правильно. Мы же стали около тех памперсов, которые всем нужны сразу. И вот с такими чипсами. Сейчас мы все это запробуем и потом вам расскажем. Ну, в общем, что я вам расскажу. Если купить отдельно креветки, купить отдельно, как дети называют их, нудлсы или ромэн. Такие макарончики, грубо говоря, Роллтон. Которые называются в простонародье Роллтон. Смешать креветки с Роллтоном в нормальном количестве. Не так, как там... Одна десятая часть креветки, за которую пришлось охотиться. То вот получится то, что я сейчас съел. Креветки с макаронами. С небольшим количеством водички. Да, это было очень вкусно. Но... Можно сделать немножко по-другому. Так, а сейчас мы берем замечательную сметану 3,99 баночка и творожок 4,39 баночка. Баночки все у нас эти, что, по 2? По 3 лб. 3 лб баночка. Это, грубо говоря, полтора килограмма. Извините, я перебил опять. И что нам нужен? Сыр, который вкусится. А, да, нам нужен сыр. Сыр, тогда что, получается вот этот? Вот этот. Он стоит 12,99 за 2 пакета по 2,5 фаунда. Вот такой вот замечательный сыр. Это мексиканская смесь, правильно? Да. Да. Мексиканская смесь из двух сыров. Я знаю, я начинаю сомневаться. Или вам вот этот кушет. Блин. Саша. Может быть, наверное, нам все-таки нужен этот. Вернее, этот. Замена. Замена происходит в команде. Этот возвращаем. Опа. Возвращаем. О, ты прямо на какую-то лестницу залезешь. И берем вот такой. Короче, тут чеддер с моцареллой или что? Чеддер написано, что есть. Где-то два вида чеддера. Ну, не знаю. Милл чеддер и монтерей джак чеддер. Короче, это два чеддера смешали в два пакета. Ну что, двигаем дальше. А еще дачу сегодня наношение. Он стоит 12,79. Ну, Сашка оценит. Что, мы, наверное, зацепим этот, да? Лимонад? Да, лимонад. Тогда цепляй лимонадик один. Мы берем лимонадик, который стоит... И пусть сам вот его цепля. Который стоит 5,79. Это вот такой замечательный лимонный лимонад. Я про него уже неодноразово, неоднократно рассказывал. Он очень вкусный. Летом, когда жарко, со льдом. Зачка, мы идем сразу. Давай пройдем мимо вот этих самых. Быстро глянем на всякий случай и пойдем. Ну, в общем, лимонад очень-очень вкусный. Сейчас мы как-то... Ладно, зайдем в другой раз. Ну, не так, чтобы очень. Я видел этот пицц-кофе, но оно... Сегодня обычная цена, не скидка. И орешки будем делать. У меня есть плаваться, и чтобы его пробовать, я дождусь, когда он появится на сейлике. Так, орешки какие нам нужны? Давай какие-то одни купим? Пекан. Что, мы раз в месяц, наверное, обновляем свои ореховые запасы, как бурндучки, да? Не по всему есть, которые... Ну, так я же говорю, какие-то... В общем, пекан 12,99. Вот такая вот замечательная пачка. У нас здесь получается 2 паунда. По виду они похожи на грецкие, если кто-то не знает, но они более плоские. И очень вкусные, и очень полезные. И их добавляют в очень многие блюда. Ну, раз в месяц мы, бывает, покупаем какие-то одни, бывает не какие, а бывает два. Потому что сегодня нам надо будет взять... Соленую. Да, да. Саша с теми, кажется. Емундемсы мы хотели еще, Сашки. Почему Сашки с теми? Ну, Саша соскучился и запросил зайка, ты толкаешь тележечку, и немножко ко мне не сай. Ну, тебе помогает. Не надо мне помогать, птичка моя. Пойдем посмотрим чипсики. Короче, мы взяли... Сейчас покажу, какие чипсы. Вон такой огромный пакет. Это кукурузные чипсы. Они стоили 3,49. И мы идем вот в этот ряд. А, в хлебный ряд мы идем, да? Что мы тут, наверное, зацепим в пиццу традиционно? В пиццу говорю, в пиццу для пиццы. В хлебушек. Женщина парканулась в средней полосе. Поэтому я, наверное, подожду, пока ты побежишь за Питой. Так что, возьми чипункой. Зай, я не пройду. Зацеплюсь. С парковкой у некоторых товарищей не очень. Ничего, так, Маришка пошла за Питой, которая стоит... Стоит которая 2,99, наверное. 2,99 или 3,99, я забываю. 3,49. 3,49. Неправильная цена. Так, да, вот там 3,49 у нас от Пита. И хлебушек, наверное, берем, да? Угу. Хлеб мы берем. Хлеб нельзя, наверное, сейчас еще взять белочек для сундучек. Для бургеров? Для бургеров. Зай, только посмотри, чтобы там было 12, как в прошлый раз, когда мы... Так, и мы взяли вот этот вот хлеб. Мы его традиционно берем. Это уже, как говорится, проверенный хлеб. Мы его неоднократно показывали, состав его. Он очень хороший. А сейчас мы с вами с вами... Ну, как хороший, для нас он очень хороший. Кому-то он может не понравиться. Кто-то может ездить за хлебом в русский магазин. Вот. Ну, а мы как-то вот нашли свой хлеб. Такой. А сейчас мы в шоколадном отделе. И давайте выбирать МНДМС. А какой он брать? Так. Ну, наверное, придется брать 2 шоколадные. Ореховый, потому что, чтобы всем было весело и вкусно. Возьми, которая не крутится. Но она все равно там еще внутри есть. Короче, шоколадная МНДМС. 9,89 за 62 ОЗА. Но для меня это трудно, я на банке прочитаю. ОЗА я пока так быстро не перевожу. Короче, это 1,757 кг. 750, 758 почти. Так, и что из шоколадной зацепила? Коробочка освободилась, да? Опа. Ну, я аккуратно сбросил, куда ее взялась. Вес точно такой же. А, ты уже взяла, да? Да, да. И цена точно такой же. И цена точно такой же. Все. Задание Сашкина выполнили. Двигаемся дальше. По шоколадному ряду больше ничего не будем брать? Ой, не, наверное, сегодня ничего не будет. Вот, можем порекомендовать вот за такую цену, 11 долларов, вот такие вот замечательные конфеты. Сверхусь. Они очень-очень вкусные. Цена на них тоже очень хорошая, даже и без скидки. Кто не пробовал, рекомендую. Здесь 4 вида. Покупайте, не пожалеете. Очень вкусные шоколадные конфеты. А мы продолжаем свой турист. Мы говорим, что женщина, сколько много набрала. Давай мы тоже столько наберем. Это что, живая гирлянда? Да. Зай, на потолкать тележку я должен это показать. Давай я здесь вот встану, а ты достанешь. Так, котик, я устала стоять где-нибудь. На меня все смотрят, что я в сильный шахт. Короче, смотрите, это вот я не знаю. Мы такое не видели и не пробовали. 12,99, да? Орхидея, синглгунг. Что это такое, зайка? Ну, мне кажется, это эта гирлянточка, которая на шею вешает. Из орхидеи. А для чего ее вешать на шею? Для красоты? Для красоты. Не, сделаю так, чтобы она не сморчивает. В общем, кто знает, расскажите. Мы в этом деле не профессионал. И пойдем, зайка, в витамины детям посмотреть. Идем в витамины. Вот начинается витаминный ряд. В общем, мы в поисках детских витаминов пока. Ходим-бродим. Походу пришли мы в детский ряд витаминов. Вон какие-то внизу стоят. В общем, берем детям вот такие витамины 8,99. Вот они здесь 300 штучек. Дома глянем на их состав. Идут карабасик. Поехали. И зайка нам нужно купить эту самую орешку с саленкой. Может, я потолкаю тебе ежечку, зайка. Ну что, я по ней мышцы напугаю? Так вот я и переживаю за твои мышцы. Нет, это мы шею. Должны работать. Сегодня берем вот такие витаминки еще. Центрум. Короче, вот они для взрослых. Сильвер. Центрум. Сильвер. Центрум. Короче, цена 14,89. Вместо 18, скидка на них 4 доллара. Будем пить витамины тоже. Вместе здесь мы. Кстати, это таблетки, наверное. Мы обычно себе мы тоже покупаем такие вот эти вот. Ну почему? Я считаю, по Центрум тоже пью просто. Ну мы чаще, наверное, пьем гумиберовые. А Центрум вот он будет. Давай, ты не пьем, а ты их ешь просто. Вот мы зацепили еще вот такие вот. 6,69. Любимые наши арахисовые орешки. Орешки. И можно... Интересный факт. Давай. Закатим, вон за той тетенькой. Нет, вот за этим дяденькой. Давай. Интересный факт из жизни орешков. Прошлая банка улыбнулась так быстро, что я даже не заметил, как она улыбнулась. У нас большая семья. В общем, я вам скажу так, что вот если сравнить с прошлым годом, дети на год подросли. Зайди в кадр, любимая. Дети на год подросли и стали больше есть. Мы толкаем тачку вон туда. Все, ребята, переключаемся. Все нашел. Сегодня у нас был аттракцион на кассе в Костка. Потому что надо всегда слушать имбулся. Правильно. Не, ну на самом деле надо быть, так сказать, одним общим телом с двумя головами. Но сегодня получился аттракцион. Я говорю, давай станем вот за той бабушкой. У нее маленькая тележка. Мужчина шел только с бумажкой в руках. Я подумала, что он вообще может покупать там эти всякие, как покупают. Ну, когда бумажка в руках, спиртное, допустим. Вот как мы спиртное покупали, да. Дал бумажку, кот пробили и пошел. Я думаю, все, он пошел в освоясь. И мы стали за этим замечательным мужчиной. И что? Десять или больше минут мы там... Всякими другими словами, блин, пи-пи-пи-пи. Короче, мы стояли, они пипикали там свои кассы, щелкали, хрюкали, грюкали. Ну, все, вот эта ситуация такая. Он купил компьютер, а потом через несколько дней он пришел, и этот компьютер оказался на селе. И он приторабанил эти чинки. Это нормально, чтобы получить скидку. Да, да. И, в общем, началась эта суета. Звать какого-то одного менеджера. Потом звать какого-то, кто отвечает именно там, где за место, где компьютер. В общем, он выдолбал мне кассу. Они ему дадут еще один компьютер в нагрузку, и за его обещание больше не пихать. Потому что пока он стоял с этими ксе-бумажками, блин, другого слова не подбираю я, они потеряли, блин, ну, пару косарей на этой кассе, блин, потому что, ну, это просто был... В общем, парень, который... Аттракцион дебилизма, блин. После того, как пробивают кассу, есть еще что? Есть помощник, который складывает. Складывает. Он уже там скраснел. За нами подошел такой же один еще очень умный, который увидел, что на кассе никого нет. С тележкой, нагруженной в два раза больше, чем наша, вот она просто с горкой была. Он встал за нами. Этот волнующийся помощник, извините, я тебя перебиваю, начал двигать наши продукты, товары, скажем так, по ленте, которых там просто было необоснованно много и места не было. Он сдвинул их на два пакетика, поставил два пакетика этого молодого человека, подвинул его тачку практически на нашу. У него зачем-то в тачке все посмотрел. Но он типа готовился, чтобы потом быстро все это дать. Он не знал, куда деть, потому что ситуация получается, все стоят. Но в то же время вокруг нас были тупо свободные кассы, в которые даже не было одного человека. И мы думаем, ну почему он не переведет его в эту пустую кассу? Короче, после минут семинар на стояние он сказал нам, идем вон на ту кассу. Нет, он только нас туда отправил, сказал вещи здесь оставлять. Да, и в общем он перевез тележку, потому что не все выкладывается на ленту на ту кассу. Пропикал, потом начал с той ленты снимать, кидать нам в тележку, ну, складывать аккуратно. Ну, в общем, это было... В общем, Патрик, ты молодец. Ты разрулил ситуацию. Патрик, это хелпер. Вот. А что я хотел сказать на кассе, и мы поторопились складывать. В общем, вообще у нас на продукты выходило где-то, буквально еще, скажем, в прошлом году, 400-500 долларов. Вот. И, в общем, когда вот, знаете, такое бывает, когда встречаешь того, кого давно не видел, он видит твоих детей и говорит, блин, ваши дети так выросли. Думаешь, как они выросли? И, в общем-то, потому что с ними живешь. Не замечаешь, как твоя жена становится более красивая, дети более взрослые. Замечаешь, кот. Ну, да, я замечаю, когда получаю новую коробку с сапогами. Я смотрю... Я все красиво становлюсь, с такой, в ней сапогами. Я смотрю и думаю, что-то в ней изменилось. Вот, ну, ладно. И не замечаешь, как растут твои дети. Зай, я все хорошо поговорю, да? Да. Да. Вот. А как они растут, замечательно. Начинаешь по отпустивающему холодильнику и шкафчику со сладостями. На самом деле, очень стало заметно. Это смешно, да. Потому что, насколько больше стал кушать Антоша. Он, вроде бы, вот каких-то полгода, да? Но еще в прошлом году, до Нового года, он... Ну, это так прикольно звучит, как-то. Пускай каждый поймет, как хочет. Но мы скажем так, как это мы хотим сказать. И это будет правильно с нашей стороны. Ну, типа, он не лазил в шкафчик, там, не лазил в холодильник. А сейчас он такой, опа, поиграл там в свою приставку. Смотришь, только стоит, что-то точит уже из холодильника. Блин, а вроде недавно обедал. Раньше за ним такого замечено не было. И Антоса очень вытянулся за этот год. А сейчас он начинает что-то вот так вот. Там поточит, там поточит. И вы знаете, в общем... Ну, в общем, мы заметили, что, в общем, соточка так приклеилась к корзине. Вот. Отправлять его на вольные хлебы. Поэтому, да. Поэтому вот мы, скажем так, можем сказать вам и заявить, что если... То есть мы ориентировались на семью из пяти человек, но дети были, скажем, до десяти лет. Сейчас они потихоньку переступают этот рубеж. И вы знаете, корзина подрастает. То есть она становится... Она не намного дорожает. Ну, процентов, да, можно сказать, на десять-двадцать. В зависимости от месяца. Там, опять же, сегодня вот мы как бы много потратили. Ну, это вот много арбузов там, например. Там еще чего-то. Ну, в общем, тачка полная получилась. Ну, в общем, итоги подводим. На продукты непосредственно мы потратили сто пятьдесят четыре доллара. И еще шестьдесят шесть долларов это... Это наши станки. Станки и... Это наши витамины. Витамины. Это наши зубные щетки. Да. Ну, наверное, все, да? Да. Зубные щетки, витамины, станки. Все, да. И что кратенько хочется сказать про сейлики. Для тех, кто неправильно понимает политику партии, скажем так, я хочу пояснить, что покупается не то, что дешевое, как люди говорят, не понимая, что если это сейл, то это не дешевое, а это шанс сэкономить, грамотно купить. И то, что дают попробовать, это не, блин, с голодухи там жрут в хостке, а просто пробуют для того, чтобы можно было потом знать, надо тебе этот продукт покупать или нет. Так вот, что я хочу сказать про сейлы. Сегодня вот мы купили зубные щетки, мы купили кассеты для станка, мы купили витамины два раза, да? И мы, получается, сэкономили где-то порядка, наверное, двадцатки. Ну, да, я думаю, может, даже немножко больше. Вот так и посчитайте. Если вы будете один раз в хостке экономить 20 долларов и ходить в нее четыре раза в месяц, то вы сэкономите порядка 80 долларов. Если вы сходите, например, три раза в хостку, там, два раза в сэмсклаб, еще где-то какие-то сейлики, в общем, я вам гарантирую, что вы сэкономите, если будете делать правильные покупки, вы сэкономите в месяц порядка 100-200 долларов. Поэтому добро пожаловать. Если вы хотите покупать дорогие станки, вы можете прийти в любой день и купить их за, там, сколько там они, 40 или 50 долларов, да? 40. А если вы видите, что у вас дома осталось два лезвия и вы думаете, почему... Ну, блин, потому что все равно будешь. Да, все равно будешь. Взял сегодня, купил эти лезвия, и завтра они у тебя в запасе. Поэтому покупайте грамотно, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, там колокольчик, там подписка, тут комментарии. И маленькая ремарка. Я вообще не считаю, что мы должны оправдываться за то, как мы распоряжаемся нашим семьям. Зайка, мы не оправдываемся. Мы просто рассказываем. Это хейтером было объяснение. А зачем нам объяснить? Да, и птица в баню. Знаешь, как моя бабушка говорит? Слепому не покажешь, дурному не докажешь. Громче. Слепому не покажешь, дурному не докажешь. Бабушка знает, что говорит ей. Сколько лет? 82. Увидимся на канале «Наша жизнь в Америке». Не лайкайте, не лайкайте. Ничего себе, не браляга за меня. О, нас штырило. Это с арбузов, наверное. Это от того, что мы перестояли. Всем пока-пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok